Я с удовольствием всех вас приветствую на нашем сезоне, новые цели, новые возможности. Мы действительно живем в интересное время, время показать то, что мы называем ценностными и цены. Новое время требует новых подходов к клиническим рекомендациям. Мы знаем, что есть рекомендации по артериальной гипертензии, которые утверждены американской коллегией кардиолога вместе с американской коллегией сердца. Есть клинические рекомендации, утвержденные европейским обществом кардиологам. Они различаются по целевым уровням артериального давления. Но мне так, я считаю, что удалось быть сейчас на американской коллегии кардиологов. Я был на одном из симпозиум, который был посвящен таким хидден, скрытым вопросам терапии больных с артериальной гипертензией. И что меня поразило, это тем более низкие цифры контроля артериального давления, такие американские, вот вы не поверите, тем хуже приверженность. Тем хуже приверженность, если кривая идет не вверх, а вниз. И один из выступающих, что меня удивило, поскольку... Поэтому вот мне бы хотелось, чтобы это было такой преамбулой в нашей... Глубоко уважаемый президиум, глубоко уважаемые коллеги. Наверное, основным из важнейших теоретически обоснованных выводов для практики, которые мы можем сделать на основе наших клинических рекомендаций, является в первую очередь необходимость применения именно персонализированного подхода для большинства наших пациентов, который означает лечение не болезни, а именно самого больного с учетом всех его личных особенностей и индивидуальных характеристик. И это, наверное, очень правильно и справедливо именно для больных артериальной гипертензии, потому что это заболевание и правда очень распространено, и наши пациенты характеризуются очень значительным многообразием, что можно проиллюстрировать хотя бы на основе наших данных. Это электронные литерские карты порядка 70 тысяч больных артериальной гипертензии, которые обратились в наш центр за 7-летний период, и вы видите, что простым разделением этого огромного пола пациентов на подгруппы, хотя бы по полу, мы уже сразу видим очевидные различия в профиле и типичных факторов риска, и сопутствующих заболеваний между мужчинами и женщинами. А если пойти немножко дальше и уже учитывать и более 138 различных индивидуальных характеристик, применять анализы, подходы к анализу больших данных современных, то вы видите, что мы можем сформировать 8 таких глобальных кластеров, к сожалению, не очень хорошо видно, но глобальных кластеров больных артериальной гипертензии, каждый из которых характеризуется не только уникальным набором вот этих индивидуальных характеристик, но и совершенно разным прогнозом. И действительно, с течением времени можно наблюдать, как пациенты без адекватной терапии переходят из более благоприятных кластеров в более неблагоприятные, и характеризуются уже значительно худшим прогнозом, а если при этом мы еще и попробуем использовать подходы к предсказательному моделированию, то действительно можем доказать с вами, что в любом из этих кластеров именно индивидуальные характеристики, их уникальный набор, будут предопределять эффективность и безопасность антигипертензивной терапии, будь то отдельный препарат, будь то их комбинация, будь то представители различных классов. И поэтому давайте теперь попробуем в новых рекомендациях выделить те основные ключевые вопросы или вызовы, которые требуют от нас именно вот такого персонализированного подхода к введению наших пациентов. И такие вот вызовы, наверное, мы можем с вами встретить в разделах по оценку риска, по повышению приверженности к лечению наших пациентов, ну и, наверное, самый главный раздел – это, конечно же, выбор препаратов в зависимости от конкретных особенностей этих пациентов. Ну и давайте обо всем попарим. Что касается оценки риска, то я вам просто напомню, что у нас существенно изменился сам перечень этих факторов риска с ужесточением позиций и по курению, и по избыточному весу, и по включению новых позиций, но именно с точки зрения персонализированного подхода я бы хотела отметить два, наверное, самых важных параметра. Это, во-первых, триумфальное возвращение в перечень факторов риска мочевой кислоты, а это значит, что нам с вами сразу нужно вспомнить о том, что во время скрининга больных с артериальной гипертензией мы должны включать этот параметр в обязательный компонент лабораторного обследования, ну а с другой стороны мы должны помнить о том, что у нас есть такие препараты и возможности, чтобы воздействовать не только на уровень давления, но и на снижение данного фактора риска, о чем мы тоже с вами будем говорить. Ну и второй позицией, на которую я хотела обратить ваше внимание, является, на мой взгляд, очень большое достижение в этих рекомендациях включение ранней менопаузы как одного из специфичных для женщин факторов риска, потому что это то, о чем мы часто забываем, но то, что действительно должно нам не обязательно участвоваться в практической жизни. Почему это так важно? Потому что, уважаемые коллеги, я вам напомню, что в соответствии с действующими рекомендациями наших пациентов, особенно скисложненной артериальной гипертензией, мы должны оценивать по шпале спор, чтобы определить, насколько мы будем вести агрессивно себя в плане достижения различных целевых показателей. Ну и получается, что все наши молодые пациенты, в первую очередь женщины, попадают в основном в категорию низкого промежуточного риска. И для женщин, наверное, это очень справедливо, потому что мы также знаем очень хорошо, что они лучше, чем мужчины, защищены от сердечно-сосудистых заболеваний комплексными, скажем так, эффектами положительными, эстроген-пробестероновыми эффектами по системе на сердечно-сосудистую систему. Но это справедливо в основном только в том случае, если женщины действительно здоровы в плане репродуктивной системы. А, к сожалению, мы прекрасно знаем, насколько сейчас актуальна эта проблема. И есть пул многочисленных исследований, которые говорят нам о том, что если есть у женщины, например, проблемы с вынашиванием беременности, то вот исследование, большое данное, шотландская база данных, 65 тысяч женщин, которые нам говорят о том, что каждое последующее спонтанное прерывание беременности у женщин ассоциируется со значительным возрастанием риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний уже буквально в пределах прилижающих 20-40 лет. Если у женщины наблюдается заболевание во время беременности, то вы верите, что наличие преэкломсии уже в 3,5 раза повышает риск развития артериальной гипертензии, в 2 раза метаболического синдрома уже в ближайшие 10 лет после событий у этих женщин. Огромной проблемой является сегодня наступление беременности, что свидетельствует, об этом свидетельствует огромное количество клиник по вспомогательным репродуктивным технологиям в нашей стране. И действительно любая неудачная попытка ЭКО, даже вне зависимости от их количества, ассоциируется с большим риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. И очень интересное исследование, которое я изучала, и которое даже предлагает неудачную попытку вспомогательных репродуктивных технологий использовать как некий кардиометаболический стресс-тест, который позволяет выявить тех женщин, которые действительно характеризуются большим риском развития сердечно-сосудистых событий и требуют значительно более активного нашего мониторирования и контроля. И поэтому нам очень важно помнить, что несмотря на то, что большинство женщин у нас в молодом возрасте попадает в категорию низкого и промежуточного риска, все-таки мы должны активно уявлять у них те специфичные факторы риска, которые свидетельствуют о необходимости более жесткого контроля. Для каждого возраста у нас есть перечень определенных показателей, вы видите, многие из них ассоциированы и с метаболическими нарушениями. Ну и последний аргумент, почему же это так важно, я проведу два исследования. Первое исследование – это регистр молодого инфаркта миокарда, который проводится в двух академических центрах в Соединенных Штатах Америки. Очень интересная публикация от этой группы авторов происходит. И вы видите, что среди практически полутора тысяч пациентов, которые поступили с первым инфарктом миокарда в возрасте до 50 лет, 20% как раз составляли женщин. К сожалению, нам недоступны данные, скажем, анализа подгруппы, где мы могли бы оценить о состоянии у них репродуктивной функции. Но, думайте, первый инфаркт миокарда четверть составляют женщины, которые всегда у нас попадают в категорию, скорее всего, низкого и максимум промежуточного риска. И действительно, авторы оценивали, насколько современные рекомендации дают этим пациентам возможность применять самые оптимальные профилактические стратегии, например, назначить статины. И оказалось, что действительно большинство этих пациентов статины были не показаны. И, как следствие, мы не могли воспользоваться самыми эффективными стратегиями у них для того, чтобы, возможно, не допустить развития этого события. Ну и абсолютно подтверждают это данные недавно опубликованного большого анализа ретроспективной когорты National Patient Sample. Почти полтора миллиона человек в возрасте до 59 лет оценивали опять же самые традиционные факторы риска и курения, диабета, ожирения. И вы видите, что в этой большой когорте у пациентов, у которых случился инфаркт миокарда в возрасте до 59 лет, распространенность этих факторов риска была очень высокой. И в большинстве своем, ну где-то в 60% их было всего лишь 1,2. То есть мы теоретически можем предположить, что, скорее всего, вот они наши пациенты низкого промежуточного риска, которые позволяют действительно составлять вот ту когорту, на которую мы должны все равно вне зависимости от низкого риска обращать пристальное внимание. Ну и поэтому неудивительно, что сейчас очень активно идет много различных исследований, которые хотят помочь нам правильно классифицировать риск у этих пациентов, но и, на мой взгляд, очень привлекательно видят исследования с оценкой скорости распространения пульсовой волны и с введением именно жесткости сосудистой стенки как одним из способов преклассифицировать этих пациентов. Ну вот приведу вам данные очень интересного финского исследования, которое показало, что использование скорости распространения пульсовой волны совместно с традиционными факторами риска позволило увеличить предсказательную ценность модели по развитию артериальной гипертензии в ближайшие 4 года уже сразу же на 59,4%. Поэтому, увы, коллеги, нам придется очень внимательно обращать внимание на, внимательно относиться к пациентам низкого и среднего риска и помнить о том, что есть специфичные факторы, которые требуют нашего учета, а значит, совершенно индивидуализированный подход к введению пациента. Если мы говорим о медикаментозной терапии повышения приверженности, то мы с вами должны помнить о двух основных позициях, которые высказывают нам рекомендации. И первая из них касается того, что большинство пациентов стартерапии должен осуществляться двумя препаратами, то есть двойной комбинацией, и вторая позиция обязательно в фиксированной лекарственной форме. И более того, уважаемые коллеги, обратите внимание, что даже если двойная комбинация неэффективна, то следующий шаг, тройная комбинация, тоже должна быть фиксирована в лекарственной форме, потому что количество препаратов, уменьшение количества препаратов – это самая эффективная стратегия повышения приверженности к терапии наших пациентов. И вроде бы эти две позиции хорошо нам известны и совершенно очевидны. Но, к сожалению, реальная клиническая практика говорит нам совсем о другом. Данные исследования СРФ, которые показывают, что, к сожалению, только 44% наших пациентов получают именно комбинированную терапию, и при этом фиксированной лекарственной формой используется, дай бог, в 30% случаев. Это крайне важная позиция, на которую нам придется с вами обращать внимание, потому что даже одна таблетка, увы, но не решает проблему. Я вам показываю данные хоть из давнишнего исследования, но они, наверное, очень хорошо иллюстрируют вот этот масштаб проблемы, потому что это метаанализ 21-го исследования постмаркетингового, в котором использовались электронный мониторинг, и больные прекрасно знали, что каждый раз, когда они открывают флакон препаратов, врач получает об этом информацию. И все, что от них требовалось, это принять одну таблетку утром. Больше ничего было не нужно сделать. И вы посмотрите, что в течение года приверженной к одной таблетке утром оставалось менее 50% пациентов. Да, конечно, развивается много очень современных и интересных технологий, которые нам помогут мониторировать приверженность наших пациентов. И мы очень ждем вот эту систему протеус, которая позволяет получить сразу же информацию о том, что пациент проглотил таблетку, что немаловажно, и действительно проглотил таблетку, потому что биогульманический сигнал улавливается пластырем на животе пациентов, который вскроен еще и от фигров, что позволит нам мониторировать не только приверженность к медикаментозной и немедикаментозной терапии. И, кстати, такие системы, они нам позволят и заново оценить нашу терапевтическую инертность, потому что, посмотрите, одно из исследований с этой системой показало, что мы иногда переоцениваем эффективность нашей терапии, потому что нет достижения целевого уровня артериального давления у 167 пациентов в 63% случаев отнюдь не объяснялось плохой приверженности, а именно тем, что мы назначили неэффективные препараты и потребовало это смены терапии. И надо сказать, что эта система, не надо думать, что какое-то далекое и глобальное будущее, потому что сразу две российские компании, во-первых, разрабатывают аналоги, но и обещали они к нам привезти ее. То есть, коллеги, это дело за будущим, но уже сегодня мы можем использовать современные технологии для того, чтобы повысить эффективность введения наших пациентов, о чем нам и говорят рекомендации. И мы должны выбирать из наших пациентов тех, кто активно пользуется всеми гаджетами, кто готов использовать все возможности дистанционного мониторирования, потому что это доказано повышает эффективность контроля уровня артериального давления. Помните о возможностях и мобильного приложения, и мобильных приложений с напоминанием. Ну, у нас был, собственно, опыт по телемониторированию таких пациентов, и он продолжается, у нас идет очень большая программа, и действительно, коллеги, это позволяет не только улучшить качество контроля уровня артериального давления, но самое главное удовлетворенность пациентов, и при этом еще, вы видите, позволяет экономить нам затраты на эту терапевтическую стратегию, вы видите, 41 тысяча рублей в год экономится за счет предотвращения сердечно-сосудистых событий. Ну и, наконец, самый главный параметр, это самый главный вопрос, это, конечно же, выбор препаратов индивидуально в зависимости от профиля пациентов. Надо сказать, что персонификацию терапии мы видим уже на уровне, целевых уровней артериального давления, потому что все наши пациенты разделяются на две большие группы, в зависимости от возраста 18-65 лет или старше 65 лет, это вы видите, что для них есть свои собственные диапазоны, я подчеркиваю, целевого уровня, 130-139 или 120-129 мм тутного столба, и при этом еще есть отдельная подгруппа, это больные с хронической болезнью почек, для которых вне зависимости от возраста мы говорим о наличии собственного целевого уровня, это 130-139 мм тутного столба. Также мы должны отдельно теперь выделять пациентов с высоконормальным артериальным давлением, которых раньше мы не лечили, но теперь с учетом наличия у них факторов риска, в первую очередь ишемической болезни сердца, высокого риска сердечно-сосудистых заболеваний, мы обязаны им рассмотреть возможность назначения им медикаментозной терапии. Не забываем о том, что все наши пациенты требуют в любом случае консультирования по изменению образа жизни, и да, пациент с артериальной гипертензией в первую очередь должен быть консультирован по вопросам ограничения соли, несомненно, коррекции диеты, несомненно, консультированы по поводу увеличения физической активности, но я бы хотела остановиться на тех двух вопросах, о которых мы очень часто, к сожалению, забываем. Это употребление алкоголя и прекращение курения. Вы видите, что разрешено нашим мужчинам и женщинам употреблять до 14,8 соответственно алкогольных единиц в неделю, потому что знаем, что 1-2 алкогольных единиц в неделю, в принципе, показаны, оказывают некий профилактический эффект отношения сердечно-сосудистых заболеваний, но, коллеги, важно спрашивать не только о количестве, но и самое важное о характере употребления алкоголя, потому что, к сожалению, тот характер, который мы видим в нашей российской популяции, крайне неблагоприятный, который приходит в основную часть на выходные и праздничные дни, и вы видите, что употребление более 5 дринков для мужчин и 4 дринков для женщин резко повышает риск инсульта, инфаркта и внезапной смерти. Ну и еще один очень важный параметр. Помните о том, что алкоголь имеет очень большой потенциал для фармакокинетического и фармакодинамического взаимодействия, в первую очередь с самыми простыми нашими лекарственными средствами, например, с аспирином. И сочетание алкоголя с аспирином действительно повышает риск кровотечения из верхних отделов желудочно-кишечного тракта, а уже при 8 алкогольных единицах в неделю мы видим повышение риска с юбилляцией предсердий, поэтому не забываем консультировать наших пациентов и учитывать все вот эти индивидуальные особенности при назначении терапии, в том числе не медикаментозного характера. Ну и, наконец, еще один момент, на который я хочу обратить внимание. Для наших пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями мы должны добиваться исключительно полного отказа от курения, потому что риск от одной сигареты значительно больше, чем даже прирост риска, который мы видим при употреблении пациентом от одной до пяти сигарет. Поэтому мы должны удовлетворяться исключительно только полным отказом от курения. Ну и, наконец, переходим мы к выбору медикаментозных препаратов. И вы видите, что, по сути, большинству наших пациентов действительно мы должны назначить комбинацию для старта из двух препаратов. Один из них относится к блокаторам РАЗ, ну а второй – либо антагонист кальция, либо глоазидовый диурет. И уже здесь мы должны подумать о том, как мы можем индивидуализировать подход к выбору препаратов или комбинацию наших пациентов для того, чтобы получить дополнительные положительные эффекты. Ну и сразу первый вопрос – какой класс из блокаторов РАЗ мы можем выбрать? Есть ли что-то новое в последних рекомендациях по этому поводу? Если мы говорим об эффективности, важны коллеги, то жесткая позиция рекомендации говорит о том, что это два равноценных класса препаратов, которые могут абсолютно спокойно использоваться у наших пациентов. Если мы смотрим на вопрос с точки зрения безопасности, то да, у нас появляется одно отличие – абсолютное противопоказание к назначению ингибиторов АПФ в виде ангионевротического отеков анализа. Насколько серьезно мы должны относиться вот к этой позиции? С одной стороны, мы знаем, что это очень редкое действительно осложнение, которое развивается у наших пациентов, не более чем в 0,1-0,7% случаев, и, наверное, многие из нас за всю свою практику и не видели этого осложнения на фоне множественного применения ингибиторов АПФ у наших пациентов. Но с ангионевротическим отеком и на ингибиторы АПФ есть, наверное, две таких ключевых проблемы, о которых надо помнить и тщательно мониторировать этот нежелательный эффект у наших больных. И первое – это то, что нет четкой связи между временем приема и длительностью приема этих препаратов и развитием этой нежелательной реакции среди СМ. Очень трудно предугадать даже причинно-следственную вот эту связь и наличие ее у этих пациентов. И второе – это то, что, к сожалению, участилось количество случаев и публикации вот таких клинических случаев, когда ангионевротический отек носит нетипичную локализацию и отек возникает в органах желудочных и кишечного тракта совершенно не в специфической симптоматике, в виде болей в животе, диареи. И поэтому, с учетом того, что еще нет четкой связи с временем приема препарата, длительностью приема препарата, действительно затрудняет диагностику этого побочного явления у таких пациентов. Но, к счастью, я еще раз повторю, это очень редкое явление на фоне ингибиторов ОПФ, хотя мы должны помнить о вот этих двух важнейших моментах, нюансах, которые должны заставить нас задуматься, не связаны ли боль в животе у пациента именно с побочным эффектом. Но в любом случае к этому надо относиться серьезно, коллеги, потому что регионаторные органы к этому относятся серьезно. Существует достаточно буквально нескольких сообщений о том, что повышается риск развития аллергических реакций, для того, чтобы препарат вне зависимости от длительности применения был снят в продаже. Ну, самый последний пример, помните, долго использовался нами биопарок. Сколько времени, сколько мы использовали, видели мы какие-то аллергические реакции, что-то мы видели, большинство из нас нет. Но было достаточно нескольких буквально сообщений для того, чтобы препарат действительно был снят в продаже именно по этой причине. Поэтому, когда мы с вами используем этот крайне эффективный класс препаратов, мы должны помнить о вот этих нюансах, связанных с невротическим отеком, а также помнить о том, что мы можем с вами повысить безопасность пациентов, избегая назначения этого класса у отдельных подгрупп. У каких подгрупп? Нам с вами уже подсказали все наши регуляторные органы, которые издали уже несколько писем, требующих обновления инструкции по применению этих препаратов, для того, чтобы именно избежать неблагоприятных лекарственных взаимодействий. И первое было в июле 2017 года, уже все инструкции по применению были обновлены. Я хочу только обозначить одну главную позицию, это то, что сочетание ингибиторов ВПФ с глиптинами, ингибиторами дипепсидилтепсидаза 4 типа, действительно повышает риск ангионевротического отека. Если мы с вами посмотрим, сколько примерно проанализируем таких пациентов, мы можем встретить в клинической практике, я вам очень советую обратиться к этим прекрасным методическим рекомендациям, к этим алгоритмам эндокринологическим. И вы видите, что, по сути, глиптины являются 3-4 линией терапии, безопасной при многих сердечно-сосудистых заболеваниях. Ну и есть у нас отдельная подгруппа хроническая болезнь почек 3B5, в которой кроме инсулинов и глиптина, в принципе, мы ничего не можем использовать. И поэтому надо всегда очень тщательно оценивать, насколько та терапия, которую вы назначаете у этих пациентов, будет безопасна с точки зрения и такого неблагоприятного влияния. Ну и буквально на днях, да, вы видите, месяц назад, было еще одно письмо, которое также связано с лекарственными взаимодействиями и требованием обновления инструкции всех препаратов. Ну, здесь логичная вещь, которую мы давно и так с вами знаем, это лекарственное взаимодействие с ингибиторами нейтральной эндокринсидазы с повышением риска ангионевротического отека. Ну вот еще одно позиция, это теперь у нас нельзя и с альтоплазой, потому что также повышается риск развития ангионевротического отека у этих пациентов, поэтому мы должны внимательно оценивать в нашей клинической практике и хотя бы избегать повышения риска у этих подгрупп. Ну а если мы говорим о выборе уже конкретных препаратов внутри классов, например, сортанов, для наших пациентов, в связи с наличием у них каких-то клинических особенностей, но здесь очевидно есть некоторые вещи, например, мы знаем, что теперь мочевая у нас кислота как фактор риска расценивается, и мы знаем, что это действительно справедливое решение включить ее обратно в фактор риска, потому что, во-первых, это очень распространенное явление, но нашей популяции это где-то примерно с больных с артериальной гипертензией, ну 40%, да, ну и кроме того, это фактор риска ассоциирована и с повышением риска смерти, и с повышением риска сердечно-сосудистой смертности существенно, это значит, что действительно требуется его коррекция для достижения хороших результатов, в том числе и в плане прогноза наших пациентов. Ну и совершенно очевидно, да, данные, что мы должны назначать таким пациентам, какие препараты выбирать, ну вот, пожалуйста, вам такой большой случай контроля исследования, 24 768 пациентов, оценивали все случаи подагра и говорит нам чуткое исследование, что если мы хотим избежать у наших пациентов развития метаболического нарушения, то нам надо назначать, конечно же, лозартан, у которого есть собственный эффект на снижение уровня мочевой кислоты, ну и кроме того, вторым безопасным препаратом является антагонит кальция, которая не оказывает никаких неблагоприятных явлений по этому параметру. Ну и у нас есть с вами иронтомизированные исследования, которые подтверждают данное утверждение. Вы видите, что комбинированная терапия лозартаном и амлозепином способствует снижению уровня мочевой кислоты у таких пациентов и при этом еще и сопровождается дополнительным антигипертензивным эффектом по сравнению с монотерапией, по сравнению с другими комбинированными терапиями. Ну и самое главное, это два препарата, которые доказанно влияют на жесткие конечные точки у наших пациентов, и поэтому действительно у таких больных это то комбинация, с которой целесообразно начинать терапию, потому что мы воздействуем не только на уровень давления, но и на их индивидуальные особенности. Раз мы заговорили о втором препарате, то сразу возникает вопрос, а кого еще мы можем с вами выделить для именно назначения антагонистов кальция в комбинации с блокатором реминно-гетанзилидостеронной системы. Но здесь тоже очевидные, наверное, рекомендации, потому что, во-первых, мы всегда помним, что у антагонистов кальция есть собственное антитеросклеротическое действие, и поэтому все пациенты, у которых мы хотим замедлить атеросклеротический процесс, это кандидаты для назначения этого класса препаратов. Ну а кто это? Понятно, что это, конечно же, и пациенты с ишемической болезнью сердца, у которых, обратите внимание, что рациональной будет и комбинация при необходимости блокатора РАС и с бета-блокатором, да, опять же, мы говорим о персонификации терапии с учетом всех других сопутствующих заболеваний, которые есть у этого пациента. Это будут пациенты из хронической обструктивной болезни легких, потому что именно сочетание блокатора РАС с антагонистом кальция, это комбинация выбора для таких пациентов, опять же, с точки зрения безопасности по отношению к сопутствующим заболеваниям. Еще одна очень интересная группа пациентов. Это те пациенты, кто регулярно употребляет алкоголь, потому что именно активация реминокетинзин дистероновой системы и кальций-зависимого механизма это те два главных механизма, которые повышают уровень давления у таких пациентов, и поэтому блокадой этих механизмов при помощи такой комбинации будет являться оптимальной стратегией. У кого еще мы можем подумать о преимуществах именно комбинации с антагонистами кальция? Ну, вот у нас есть пациенты с сахарным диабетом, и в принципе по действующим рекомендациям мы видим, что мы имеем право использовать с вами и блокатор РАС, и с теозитовым диуретиком, и с антагонистом кальция, но если мы посмотрим, например, на этот большой метаанализ, который нам помогал определить, какая антигипертензивная терапия может нам помочь в профилактике, скажем так, в развитии сахарного диабета, то увидим, что все-таки антагонисты кальция в данном аспекте имеют большое преимущество перед теозитовыми диуретиками, поэтому, наверное, пациенты с метаболическими изменениями тоже являются такой таргетной группой для использования как раз таких координат. Ну и, наконец, еще в конце я хочу сделать акцент на том, что мы должны еще индивидуализировать подбор терапии с учетом и сопутствующих заболеваний, которые есть у наших пациентов, ну и нельзя забывать о том, что большинство наших больных имеют множественные метаболические изменения, и наличие метаболических изменений является фактором риска не только сердечно-сосудистых заболеваний, но и, что самое главное, неалкогольные жировые болезни печени, о которых мы, кардиологи, очень часто забываем, потому что ни в одних рекомендациях такой позиции в принципе нет. Есть почки, головной мозг, сердце, сосуды, а заболеваний печени у нас нет как факта в принципе нигде. В то время как наличие заболеваний печени имеет очень важное значение для наших больных, потому что оно очень часто встречается у наших пациентов, не менее чем в 40-60% случаев. И есть определенные правила выбора препаратов у таких пациентов, которые говорят о том, что мы не должны назначать пролекарства, мы не должны назначать препараты с высоким потенциалом лекарственных взаимодействий, ну и преимущественно вводящиеся через печень. И действительно нам придется с вами думать о таких индивидуализированных подборе этих лекарственных препаратов, потому что, к сожалению, мы никогда не знаем, насколько заболевание печени у нашего пациента повлияло на изменение в фармакокинетике этих лекарственных средств. И поэтому, когда мы видим пациента с артериальной гипертензией в сочетании с неалкогольной жировой болезнью печени, мы всегда должны думать, что выбор должен быть любого препарата с позиции безопасности его назначения, в том числе и по отношению к печени. Ну и понятно, что если это статина, то мы должны подумать с вами о розовой статины с минимальным степенью метаболизации печени. Если это была в который раз, то мы должны понимать, что мы очень сильно ограничены в своем выборе, потому что посмотреть ингибитор, это практически все про лекарства. Сартан им тоже многие про лекарства, и что назначить нашему пациенту, чтобы получить тот клинический эффект, на который мы рассчитываем, это действительно не такая уже простая проблема. Ну и если говорить о таких пациентах, очень сейчас много интересных исследований, идет о том, что вообще в принципе им очень хороши будут именно сартаны, потому что они восстанавливают внутриклеточные сигнальные пути инсулина, способствуют преиспределению жировой ткани за счет активации рецепторов первого и седьмого типа, как дополнительный такой бонус у этих больных. И, кстати, наиболее таким привлекательным является, кстати, талмисартан среди них. Почему? Потому что у него есть еще и дополнительная фипаргамма активность, он частичный агонист, что вроде бы дает еще и больше эффект в плане уменьшения воспалительных и фиброзных процессов печени. Но это все пока еще ниши, которые только для будущего изучаются и просто очень интересно, что ведутся активные исследования в этой области. Но пока талмисартан у этих пациентов будет очень хорошим выбором, потому что действительно мы знаем, что он очень жестко контролирует артериальное давление на протяжении длительного времени. У этих пациентов часто идет нарушение суточного профиля, поэтому его эффективность даже выше по сравнению как с представителями своей группы, так и зачастую с представителями антигипетера антигипетезин, превращающего ферментов. Ну и в заключение, наверное, надо сказать, что очень важно своевременно, с учетом всех индивидуальных особенностей, назначить антигипертензивную терапию нашим пациентам, чтобы избежать поражения органов в мишени до той степени, когда становится гипертензия резистентна к медикаментозной терапии. Потому что выбор терапевтических стратегий у таких пациентов крайне ограничен. Либо эмпирическим в основном подбором препаратов, либо ограниченными только рамками клинических исследований интервенционными подходами. Поэтому очень важно учитывать все высокие нюансы, все индивидуальные особенности наших пациентов для того, чтобы выбрать те препараты, которые станут действительным инструментом, позволяющим снизить сердечно-сосудистую заболеваемость и смертность у наших больных. Большое спасибо за внимание. Уважаемые коллеги, я думаю, что вопросы в письменном виде. Мы немножко выходим из регламента. Второй докладчик профессор Сергей Степанович Икушин. Выбор препарата для лечения артериальной гипертонии. На что обращать внимание врачу? Рязань. Уважаемые сопредседатели, глубоко уважаемые коллеги. На что же обращать действительно внимание врачу? Во-первых, еще раз повторюсь о том, что сердечно-сосудистые заболевания это одна из самых частых причин смертности в мире. Мы это хорошо знаем и для Российской Федерации это особенно важно. Правда, вклад сердечно-сосудистых заболеваний в общую смертность за последние годы уменьшился. И если он составлял где-то около 55%, то сейчас эта цифра 48%. И обратите внимание, как прогрессивно растет количество больных с артериальной гипертонией в мире. И в Российской Федерации мы сейчас тоже чуть ниже увидим. Вот это давний слайд Всемирной Организации Здравоохранения, но я не могу его еще раз не показать. Посмотрите, что самое смертельное заболевание для россиян это артериальная гипертония, которая намного опережает другие факторы риска и их вклад в эту сердечно-сосудистую смертность. Ну, я не буду их комментировать, но хотел бы просто обратить ваше внимание на недостаток фруктов и овощей. Мы хорошо знаем те рекомендации, когда мы должны употреблять ежедневно 300-400 грамм овощей и фруктов. Вот я, честно говоря, трудно представляю, как это сделать ежедневно. Мне кажется, легче лечить, проще гипертонию. Теперь, что касается распространения, два исследования эпидемиологические. Меридиан РО это Рязанская область, 1600 человек, это предтеча, это предисследование СССР на 12 регионов Российской Федерации. Посмотрите, если мы говорили 10 лет назад, что распространение гипертонии было где-то около 40% в Российской Федерации, то сейчас уже 44-46% распространение артериальной гипертонии в Российской Федерации увеличивается. И обратный ход, как мы можем повлиять на снижение смертности. Светлана Анатольевна Шального, наш главный специалист в области эпидемиологии, показала, что за 6 лет мы можем уменьшить вклад в смертность, в общую смертность в Российской Федерации, если мы уменьшим снижение популяционного давления на 40-80%. То есть это главный показатель, как мы можем эффективно повлиять на смертность в Российской Федерации. И в том числе улучшение лечения 30%. А вот наши данные по связи факторов риска, и в частности вот красным выделено наличие гипертонии и связь гипертонии с конечной комбинированной конечной точкой. Это общая смертность, не фатальный инфаркт и инсульт. И мы видим, что вот эти цифры 4,77 это увеличение риска этой конечной точки при наличии гипертонии в 5 раз. И наоборот, если мы будем контролировать давление по нашим обычным цифрам 140 на 90, это в 2 раза мы можем уменьшить вот эту частоту смертности, инфаркта и инсульта. Хорошо известный слайд о целях. И вот достижение целевых значений, о которых мы говорим уже последние лет 15 и предупреждение замедления прогрессирования поражения органов мишени. Вот посмотрите, как происходит эволюция целевых уровнях артериального давления. 140 на 90. Дальше появляются показатели для пациентов особого риска. 130 на 80 уже был такой показатель. Инсульт, ХБП, сахарный диабет. Потом мы возвращаемся в 2013 году. Опять цифрам 140 на 90 только для диабета немножко ниже. Появляются исследования спринта. Американцы первые принимают точку зрения о том, что надо считать нормой 130 на 80 и более того, принимают вот эти свои рекомендации знаменитые, где мы видим, что уже первая стадия артериальной гипертонии это показатели ниже, чем 130 систолическое и 80 диастолическое. И уже говорят о том, что эти цифры давления надо в том числе лечить лекарственными препаратами. Пока наша психология немножко далековато от этого, потому что для подавляющего большинства, практически для всех наших и врачей, и пациентов, вот этот интервал 130-139 это не гипертония. И вот преодолеть этот психологический барьер весьма тяжело. Европейские рекомендации уже частично о них Надежда Эдвидовна говорила, но как я люблю повторять, от частого повторения молитвы хуже не становится. На что я хотел бы обратить внимание, что европейцы признали первой целью, первичной целью, все-таки 140 на 90, как было, так и осталось. Но вторичная цель, это как раз шаг навстречу американским рекомендациям, то есть показать, что лучше, безопаснее для пациента, с позиции вот этих уменьшения сердечно-сосудистых событий, лучше иметь это давление ниже, чем 130 и систолическое ниже, чем диастолическое ниже, чем 80. Ну и соответственно там вот возрастные категории уже об этом сегодня говорили. на что бы я хотел обратить внимание в этой стратификации, которая впервые появилась, вот на левый коричневый столбик. Посмотрите, впервые европейцы, на мой взгляд, сделали шаг навстречу нашим российским рекомендациям. Ведь наши стадии существовали с времен Ланга. В 2001 году мы сейчас с Евгением Владимировичем обсуждали, был экспертный совет, когда мы приняли те знаменитые рекомендации, где в диагнозе, как мы все сейчас пишем, и стадия, и степень. И вот европейцы, это вклад нашего президента РКО, что европейцы в своей рекомендации ввели как раз вот эту стадийность артериальной гипертонии. Конечно, эффективность контроля очень низка. Посмотрите, 23% пациентов, это очень низкий уровень. Самые разнообразные причины недостижения целевого артериального давления. Ну, конечно, это недооценка, не медикаментозных методов. Вот по нашему регистру, это 3690 человек, которые мы провели, примерно в 10% случаев только в амбулаторных картах записываются в каких-то немедикаментозных рекомендациях. 10%. Возможно, на словах врач скажет больному что-то больше и чаще, но это недооценка. Или неадекватные дозировки, или очень маленькие, или очень большие, которые вообще не соответствуют даже аннотации на лекарственный препарат. И до сих пор встречаются случаи, когда бессопролол назначается 15-20 миллиграмм. Когда амлодипин назначается 15 миллиграмм, 10 миллиграмм это максимальная суточная дозировка. Даже для дженериков, у некоторых дженериков в аннотации написано 15-20 миллиграмм. Это даже выше, чем у оригинального препарата. Этого не может быть. Или неадекватный режим дозирования. До сих пор некоторые врачи считают, что лучше все-таки назначить препарат два раза в сутки, чем один. Он так надежнее действует, потому что не верит в то, что препарат может работать 24 часа. Но извините меня, есть препараты с высокой остаточной концентрацией, есть по крайней мере уменьшение приверженности к лечению, когда больной два раза будет принимать и один из этих приемов может просто забыть про него. Нерациональные комбинации налево и направо. И конечно один из принципиальных моментов это низкая приверженность. то, что сегодня было в предыдущем докладе очень хорошо показано. Вот в этом алгоритме, который тоже сегодня звучал уже, я обращаю ваше внимание на то, что у нас есть всего-навсего четыре самых рациональных комбинаций. Четыре. Потому что это комбинации, которые и по синергизму увеличивают эффективность, и оказывают нивелирование побочных эффектов. не буду на этом долго останавливаться. И поэтому они сейчас считаются инициальной терапией, начальной, стартовой терапией. Вот наш регистр, который мы ведем совместно с Сергеем Анатольевичем Бойцовым. Вот посмотрите, кто обращается в поликлинику из наших пациентов. В основном это все-таки женщины 70 с лишним процентов, и средний возраст это лица пожилого возраста. Здесь перед вами приведен частота назначения антигипертензивных препаратов. Конечно, наиболее часто это ингибиторы, это бета-блокаторы, но учитывая, что 70% этих больных имеют ЭБС, это понятно, как антиангинальные препараты, это диуретики, и посмотрите, у нас 30% это сортаны. В регистре профессора Леонова Пифагор-4 совсем недавно это 18% по России. Это правда данные 2013 года, я думаю, что этот процент сейчас вырос еще более значимо. То есть почему приоритетно становятся эти препараты? Уже сегодня это говорили, и мы это будем говорить. И эффективность, и лучшая безопасность, чем ингибиторов. Вот сравнивая характеристики сортанов и ингибиторов АПФ. Это старый из наших рекомендаций 2010 года. Вот, пожалуйста, красным выделено кашель, ангионевротический отек и эффект ускользания. Ну вот про ангионевротический отек сегодня прекрасно было показано. А что такое эффект ускользания? А вот скажите мне, вы часто видели в своей практике эффект ускользания? А какие критерии этого эффекта ускользания? То есть понятно, что больной принимает ингибиторы, и у него начинает увеличиваться гипертония, да? Вроде бы. А как доказать, что это связано с эффектом ускользания? Вот у нас недавно моя знакомая обратилась, очень комплоентная женщина с гипертонией, с ЭБС, с постинфарктным кардиосклерозом, говорит, пять лет я была на или там чуть меньше на ингибиторе, не буду дискредитировать хороший ингибитор, и у нее цифры давления были целевые, и вдруг у нее цифры давления стали возрастать 170-180, причем обращая ваша комплоентная пациентка, мы ее госпитализируем, значит, начинаем исключать возможные механизмы патофизиологические, другие, почему же у нее стала возникать эта гипертензия? Сонные артерии, почечные артерии, смотрим, ожирение, апноэ смотрим, там вторичные какие-то механизмы ищем, опять же, ничего не находим, мы принимаем решение, меняем ингибитор на сортан, проходит 5-7 дней, результат очень хороший, вот, это один, может быть, из, одно из объяснений вот такого эффекта ускользания, то есть, это не просто теория, которую я вам сейчас показываю, это на практике встречается, обратите внимание на этих пациентов, про переверженность говорили, это вот рекомендации Всемирной Организации Здравоохранения, что, насколько это важно, чем даже усовершенствование методов лечения, а мы сейчас с вами говорим о новых рекомендациях, о том, что мы должны им следовать, посмотрите, насколько увеличивается риск, не только, значит, контроль над давлением снижается 41%, риск инфаркта увеличивается на 15% и инсультов, а если отдельно выделить инсультов на 22%, неприверженный пациент имеет более высокий риск инсульта, уж не говоря о том, что значительно увеличивается стоимость. Или еще одна очень интересная работа, связь приверженности с риском сердечно-сосудистых осложнений и смертностью, вот красной линией выделена приверженность к антигипертензивным препаратам, насколько она положительно снижает риск смерти и делается вывод о том, что каждый десятый случай, это в принципе ваш слайд, который вы показываете только немножко в другом изображении, каждый десятый случай сердечно-сосудистых событий, значит, он связан как раз с низкой приверженность. На мой взгляд, даже эти авторы немножко так уменьшили, это и 2, и 3 случаи, может быть, на каждые 10 больных сердечно-сосудистые события, связаны с низкой приверженностью. Или еще две работы, вот, например, даже правая работа, если сравнить низкую и высокую приверженность, и мы видим, что риск ХСН снижается на 11%, относительный риск ишемической болезни сердца на 10%, и цереброваскулярных заболеваний, самое главное, самое опасное, на 22%. Приверженность к лечению самая высокая на сортаны, и хотя она может быть на данном слайде не так ярко выглядеть, даже по сравнению с ингибиторами, но статистически значима разница. Конечно, очень важным в повышении приверженности является хорошая переносимость, и когда мы говорим о том, что нежелательные явления на применении сортанов, это красные столбики, позиции и кашля намного меньше, и особенно отказ от лечения из-за кашля по сравнению с ингибиторами, разница по отказу десятикратная. Про ангионевротический отек не буду комментировать, очень хорошо было сказано, я просто посоветую, кто работает с врачами, обязательно говорить об этом больным, напоминать, у нас недавно был тоже случай, мы назначили больной, она поступила в стационар, ингибитор, мы утром заходим еще до приема утренних препаратов, спрашиваем, ну как вы себя чувствуете? Ну вроде бы ничего, я говорю, а как лекарства переносите? Она, ой, Сергей Степанович, у меня вчера что-то все вот так схватило, заложило, я не могла дышать в течение часа, почему врача не вызвали? Ну вот потихонечку как-то все прошло, вот это начинающийся, как, слава богу, что это все так закончилось, а второй прием препарата, чем бы это закончилось, было бы неизвестно. Ну вот про талмисортан сегодня уже некоторые позиции говорили в предыдущем докладе, посмотрите, период полувведения 24 часа, полувведения, объем распределения максимальный, путь выведения преимущества не через почки, через почки 1%, и взаимодействие с системой цитохрома отсутствует. Вот теперь немножко более подробно, посмотрите, что значит прочная и длительная связь с тангиотензин 1-рецептором. Это как раз и оценка длительности действия, эффективности его антигипертензивного эффекта. Самый большой объем распределения среди сортанов, максимально большой, и очень высокая липофильность для талмисортана. А о чем это говорит объем распределения и липофильность? Это говорит о том, что препарат лучше проникает в ткани, в ткани именно органы мишени, которые страдают при гипертонии. И поэтому блокада именно тканевой ренин ангиотензиновой системы это максимально выгодно с позицией и профилактики, и регресса вот при поражении органов мишени. Далее, пожалуйста, вот прочность связи с рецепторами период полувведения 24 часа говорили. Продолжительность действия до 48 часов не это ли лучшее доказательство, что однократный прием препарата будет работать сутки? Вот тоже слайды показывали с волсартаном. Вот здесь красным выделен как раз самый большой период как бы разрыва с волсартаном, снижения давления. Это через 18-24 часа. То есть самые ранние утренние часы. И вот на данном слайде тоже мы видим, особенно для 80 миллиграмм талмисартана характерно вот это изменение по сравнению с исходным уровнем. Потому что именно эти утренние часы самые являются опасными. Особенно у больных с сахарным диабетом. Есть работа, которая говорит обязательно хотя бы один антигипертензивный препарат должен назначаться на ночь больным с гипертонией и сахарным диабетом. Наоборот, если мы будем эффективно снижать давление, особенно у найтпикеров или нон-гиперов, то посмотрите, снижение именно вот темно-синий правый столбик на 5 миллиметров ночное давление это снижение риска на 12%. Связь с ахромом, которую в практике никто не учитывает. Но это вообще не обращает внимание. О чем это говорит? О том, что если препарат не метаболизируется через эту систему, он не взаимодействует с другими препаратами, с другими кардиотропными препаратами, значит, снижение его эффективности не будет, побочных эффектов будет в меньшей степени. Ну вот, тоже очень интересная работа, о том, что сравнивался именно талмисартан с другими ингибиторами АПФ, и посмотрите, снижение каши на 77%, а отказ от лечения меньше на талмисартане на 38%. Ну и, конечно, очень высокая доказательная база для талмисартана, она связана с крупными исследованиями, в которых было показано, что у больных высокого риска с атеротромбозом, в анамнезе, с ишемической болезнью сердца, инсультом и диабетом, талмисартан был эквивалентен ремиприлу, а у больных, у которых была непереносимость на ингибитор и сравнивался с плацебо, даже было статистически значимое снижение конечной точки, это смерть, инфаркт и инсульт, и поэтому в рекомендациях по артериальной гипертонии еще в 10-м году было записано, цитирую дословно, у пациентов высокого, очень высокого риска развития сердечно-сосудистых осложнений показано назначение талмисартан и обратите внимание, даже при высоком нормальном давлении, насколько это сейчас стало актуально в 18-19 годах, поэтому не случайно, что у больных с ишемической болезнью сердца, кроме ингибиторов для улучшения прогноза, теперь появились и сартаны, и вот это как раз благодаря вот этому исследованию Тарджи, где использовался талмисартан, который и привел к уменьшению сердечно-сосудистого риска и смерти именно у больных, включающих с ишемической болезнью сердца. Про то, что это селективный PPAR-гамма-модулятор было сегодня сказано, то есть метаболический профиль его замечательный в отношении и глюкозы, и триглицеридов, вот, поэтому не случайно мы видим, что для этого препарата, кроме артериальной гипертонии, в аннотации зарегистрировано еще и снижение смертности, это не так часто вообще бывает для лекарственных препаратов, и одним из препаратов ТЛЗАП, для которого в инструкции для медицинского применения также зарегистрировано и снижение смертности и частоты сердечно-сосудистых заболеваний. Ну и, конечно, позиции комбинированной терапии. Зеленый цвет за пять лет стали 1А. это и комбинированной терапии, и фиксированные комбинации. Но мы теперь уже живем под флагом закона 25 декабря 2018 года, где теперь мы будем работать по клиническим рекомендациям. Их статус становится более высокий, чем стандарты. У нас сейчас пока приняты рекомендации по артериальной гипертонии, где говорится о предпочтительном применении комбинированной терапии. И особенно, посмотрите, подчеркивается роль вот этой фиксированной комбинации для стартовой терапии больных с артериальной гипертонией. Уровень убедительности рекомендаций 1. А что мы видим на практике? Вот опять же я ссылаюсь на наше очень большое регистровое исследование. На 2013 год у нас около 70 процентов больных, 73 процента получали комбинированную терапию. На первый взгляд очень неплохо. Очень неплохо. Вот. Но если мы посмотрим распределение больных в зависимости от сердечно-сосудистого риска, то их на тот момент уже было 84 процента. Значит, уже минимум два препарата должны были получать 84 и даже более процентов больных, потому что 11 вообще в диагнозе риск не указан. А вот доля фиксированных комбинаций 5 лет назад была всего-навсего 11 процентов. Думаю, что выросла, но все равно она остается недостаточной и поэтому вот этот вот показатель особенно самый высокий 30 процентов он мог бы быть лучше, если бы показывать стрелочку, если бы мы использовали более часто фиксированные комбинации. Их сейчас огромное количество. Это век соперничества между комбинированными препаратами. Если мы обратим внимание на вот эти предпочтительные клинические ситуации, посмотрите, красным выделены как раз группу пациентов их большинство, где приоритетными являются сортаны и ингибиторы. Пожалуй, за исключением беременности, может быть, почечной недостаточности, не выделены, почечной недостаточности, то же самое, красный цвет, то есть практически везде. Но это не просто взять два препарата, соединить в одной таблетке и сказать, это хорошо, если исходные два препарата замечательные, они должны быть проверены в клинических исследованиях. И поэтому, пожалуйста, посмотрите, если мы добавляем всего-навсего 12,5 мг гидрохлоркиазида к талмисартану, мы видим статистически значимое снижение систолического артериального давления, более быстрое достижение этого уровня, как для систолического давления через 4 недели, так и для диастолического давления. Поэтому достижение и быстрота частоты и быстрота достижения артериального давления, конечно, на комбинированной терапии талмисартаном гидрохлоркиазидом однозначно выше. 85% коричневый цвет, 80 мг талмисартана, 12,5 мг гидрохлоркиазида. Самый высокий показатель достижения цели. Ну и опять же, вот этот слайд по сравнению с той же комбинацией талмисартан гидрохлоркиазид. Опять же, лучше и больше разрыв в степени снижения давления в утренние часы. Конечно, очень важно, как пациенты переносят комбинацию талмисартана с талмисартаном с талмисартаном и младшая левая часть 65 лет и старше 65 лет. Посмотрите, на талмисартане даже несколько меньше частота побочных эффектов и такая же на комбинации с гидрохлоркиазидом. Мы хорошо знаем, что все тиозидные и диозидоподобные диуретики имеют не очень благоприятный метаболический профиль. Один из самых частых вопросов. 12,5 мг мы признаем как метаболически безопасную дозу, а вот 12,5 значит там у нас вот, пожалуйста, слайд, который показывает, что клюкоза даже на 25 мг на гидрохлоркиазиде не возрастает, а вот мочевая кислота, про которую сегодня говорилось, это очень приятно, что этот фактор внесен в факторы риска, возрастает, но самый высокий прирост это на хлортелидон и самый минимальный прирост именно на гидрохлоркиазид. И в заключение я хочу вам задать вопрос, как долго, на ваш взгляд, больной должен принимать лекарственную терапию? Полтора-два месяца и при стабилизации можно отменить, длительно устраивая лекарственные каникулы, тем не менее, выходные, в отпуск, постоянно независимо от риска сердечно-сосудистых событий, или постоянно только при высоком риске сердечно-сосудистых осложнений. Я думаю, что вы все правильно ответите на этот вопрос, независимо от риска, длительно или постоянно, вам отвечает Европейское общество кардиологов. Цитата 2013 года. Постоянно ответ, постоянно. Однако, у некоторых больных, у которых длительная антигипертензивная терапия обеспечивает стойкий контроль артериального давления, удается снизить число и дозы антигипертензивных препаратов, особенно красным выделенным на фоне улучшения образа жизни. Тем не менее, уменьшать интенсивность терапии следует осторожно под постоянным контролем артериального давления. Не считайте, что лектор вам сказал, что можно отменять. Нет. Европейское общество кардиолог говорит, постоянно. Этот вопрос постоянно возникает у больных к врачу, когда они уже через 3-4 недели раньше чувствуют себя хорошо, а можно отменю, а можно я уменьшу, а вот я чувствую себя замечательно. хорошо. Нет ответа. И последнее. Рефрактерная гипертония, посмотрите, она действительно существует. Не забывайте только, что может быть псевдорефрактерная гипертония, которая зависит и от неумения врача лечить, и от некомплоентности больного принимать. Есть рефрактерный пациент, который подтверждает вот эту неприверженность, но самое главное еще существует врач. Мы с вами можем провести блестящие конференции, говорить 10 раз об одном и том же, а стереотип врачебный останется. И я уверен, что даже при небольшом повышении артериального давления, 140-150, большинство присутствующих даже здесь после наших докладов будут назначать монотерапию, а не фиксированную стартовую комбинационную терапию артериальной гипертонии, как заложено в клинических рекомендациях. Я с родины Павлова. Он говорил так много лет назад, когда я вижу рецепт, содержащий пропись трех и более лекарств, я думаю, какая темная сила заключается в нем. Но мы сегодня с вами говорили о комбинации только двух лекарственных препаратов. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Глубоко уважаемый президиум, уважаемые коллеги, я постарался сделать клинический разбор с помощью картин Пикассо, вообще мой любимый художник. Итак, мы видим пациента, 54 года, картина была сделана, когда великому коллекционеру и продавцу картин господину Амбруаз Валару было 54 года. Благодаря этому человеку сохранилось огромное количество картин импрессионистов, и они нас в современном мире радуют. И вот этот человек обращается к терапевту ровно через 110 лет. И обратите внимание, он говорит о трех клинических симптомах. Первый. Сухость во рту по утрам, ощущение слабости и сонливости, и по ночам один-два раза позывы на мочуиспускание. По стандарту мы взвесили его, посмотрели объем талии, ожирение, объем талии 106. Обратите внимание, мужчина 54 года, уровень давления 140 и 78 миллиметров тутного столба, частота 68 ударов в минуту. Что мы сделали? Сняли электрокрадиограмму вариант нормы, общий анализ мочи и крови вариант нормы, уровень глюкозы натощак 5,8, общий холестерин 4,8 вариант нормы. Таким образом, мы видим, что данного человека натянутых три фактора риска, объем талии 1, индекс массы тела 2 и уровень глюкозы находится в зоне от 5,6 до 6,9, таким образом 5,8 третий стратификационный фактор риска. Но так как его ничего не беспокоит, врач, терапевт классически поступает очень правильно. Я ставлю пока в кавычки этот вам момент, борьба с факторами риска, обратиться к урологу и осмотр через 3 месяца. И так совершенно понятно, мы сегодня говорим о том, что борьба с факторами риска это очень сложный подход в разделе лечения. Мы прекрасно сегодня можем сказать, что, к сожалению, из 100 человек, которые могут активно бороться с факторами риска, а здесь физическая активность, диета, несомненно, и жесткий контроль за употреблением пищевых продуктов всего лишь 5-7% финское исследование. Таким образом, совершенно логично, необходимо было провести более глубокий анализ, но пациент приходит к урологу, уролог смотрит, делает анализ ПСА, все отлично, говорит, вы здоровы, и человек уходит на длительное время. Что мы можем говорить об этом человеке? К сожалению, имеющий пациент три фактора риска, если было бы проведено суточное измерение артериального давления, подтвердили бы гипертонию, он попадает в зону среднего или высокого сердечно-сосудистого риска. Но если мы проанализировали факторы, то есть поражения органов в мишени, может быть, мы что-то нашли. Пока сегодня я молчу, но мы прекрасно понимаем, он открывает рекомендации и читает, что при отсутствии контроля артериального давления при изменении образа жизни через шесть месяцев назначается терапия низкого или умеренного сердечно-сосудистого риска без сердечно-сосудистого заболевания, заболевания почек или поражения органов в мишени. Он не провел последний этап, но прочитал, что три-шесть месяцев возможно бороться с факторами риска. Прошло пять лет, ему 59 лет. Приходит он и обратите внимание, ничего из клиники не изменилось. Правда, тогда был один-два раза позыва на мочеспускание, сегодня два-три раза позыва на мочеспускание. Он прибавил массу тела, хотя ему предложили активно бороться с массой тела. Он вошел в классическую артериальную гипертонию, уже 145 офисного уровня артериального давления. ЧСС никак не изменилось, но обратите внимание, насколько изменился сам портрет мужчины. Он чувствует себя слабым, физически неактивным, и в этом случае проведенная анализа, обратите внимание, показывает только увеличение глюкозы на тощак в зоне 6,9. Как бы его можно отпустить? Он идет опять к урологу, и обратите внимание, мы получаем креатинин 130 микромоль на литр, и скорость клубочков фильтрации 44 миллилитра в минуту на 1,73 в квадрате. Давайте искусственно предположим, что ничего у него не изменилось, и я пересчитал скорость клубочков фильтрации у этого человека при индексе массы тела 32 и объема талии 106, и обратите внимание, 46. Таким образом, он в этой зоне уже находился 5 лет. Слава Богу, что генетически он запрограммирован настолько хорошо, что не вошел в более тяжелую почечную недостаточность. Но что мы сегодня прекрасно понимаем? Пациент в зоне скорость клубочков фильтрации 44, обратите внимание, это третья стадия Б, это очень высокий риск инфаркта миокарда инсульта, плюс стратегии в отношении формирования терминальной почечной недостаточности, и обратите внимание, у него в общем анализе мочи не было белка, но если мы провели бы исследование на микроальбоминурию, мы попали бы в зону 2А, и в этом случае удивительная ситуация, пациент находится в очень высоком добавочном риске сердечно-сосудистых осложнений, и сегодня мы прекрасно понимаем, пациент ни на что не жаловался, у него были факторы риска, и классически он имеет уже очень плохой прогноз жизни, я задаю вопрос, много таких пациентов в нашей стране, обратите внимание, пациенты с нормальным артериальным давлением в нашей стране имеют в среднем 2,5 фактора риска, как только мы входим в зону предгипертония 130-139, мы достигаем по сути дела трех факторов риска, и чем выше уровень артериального давления, тем больше факторов риска, мы задаем вопрос, а много ли пациентов с относительной или случайной исследованием гипергликемии, то есть до 7, и отвечаем 34% в нашей стране, каждый третий, который формирует артериальную гипертонию, таким образом, люди, которые приходят к нам с слабостью и нарушением мочевоспускания, то есть нектурическим синдромом, мы должны сразу же задуматься, это пациенты, включенные в почечный континуум, я представитель Нижнего Новгорода, у нас очень большой центр по трансплантации почек, у нас сегодня уже в базе 269 человек, и обратите внимание, терминальная почечная недостаточность, они приходят с высоким уровнем артериального давления и нектурическим синдромом, больше половины людей, мы сегодня понимаем, что пациент с почечной патологией не дает болевого синдрома, у него очень редко головные боли, у него очень редко выраженная тахикардия, и по сути дела этот пациент входит в так называемый кроме почечного еще и эндокринологический континуум, если говорить об уровне глюкозы, обратите внимание, у него было 5,8, 5,9, это фактор риска развития сахарного диабета. Если рассмотреть зону в разделе низкого гликированного гемоглобина от пятерки до шести, то есть мы говорим о преддиабете, пациенты имеют повышенный риск развития инфаркта, миокарда, инсульта. Итак, обратите внимание, нарушение контроля глюкозы и повышение артериального давления, которые стремительно идут по почечные патологии, по сути дела готовы к формированию макро- и микрососудистых осложнений. При этом очень важный момент, агрессия ренин-анготезиносторонной системы у них очень высока. Мы задаем вопрос, почему? Несомненно, инсулинорезистентность и ожирение в стратегические позиции, которые формируют агрессию атероскаратического поражения дизлепидемии и, несомненно, активного разрушения эндотелия и формирования атероскаратической бляшки. Мы задаем вопрос, а на самом ли деле, может быть, я выдумываю все это? Обратите внимание, норвежское исследование. Мы ждем с 2028 года. Норвежцы исследуют одну и ту же популяцию. Обратите внимание, с 1988 года пациенты включены в возрасте 10 лет. Они осмотрены через 20 лет и еще раз через 20 лет будет в 2028 году. Что мы видим? За 20 лет пациенты, которые формируют впервые выявленный сахарный диабет, имеют приоритет увеличенный индекс массы тела и объем талии. Классические критерии, которые ассоциированы с низкой физической активностью. Таким образом, совершенно логично, первый триггер поражения почек, сосудов и так далее, низкая физическая активность, увеличение массы тела, которое в последующем приведет к повышению артериального давления, поражению почечного кровообращения и, несомненно, к инсулинорезистентности. Мы задаем вопрос, на самом ли деле пациентов, которые имеют гипергликемию, очень большое количество, которые в последующем формируют или ишемическую болезнь сердца или артериальную гипертонию. Три больших исследования показывают, что, по сути дела, две трети населения, которые генетически запрограммированы на формирование сосудистой патологии, имеют нарушение глюкозы. При этом очень важный момент, обратите внимание, пациенты, имеющие скорость кубочков фильтрации меньше 60, в зоне артериальной гипертонии, это каждый второй. Таким образом, чем больше мы будем исследовать пациентов в отношении поражений органов мишени, тем больше мы начинаем понимать, что это когорта людей, имеющих высокий риск сердечно-сосудистых конечных точек. При этом, если бы мы пять лет тому назад у этого пациента исследовали бы и получили бы микроальбоминурию, обратите внимание, мы понимаем, что это отдельный стратификационный риск развития сахарного диабета, но очень важный момент развития самого инфаркта миокарда. Если посмотреть на таблицу рыжего цвета, то на снижение скорости клубочковой фильтрации при наличии микроальбоминурии увеличивает риск развития инфаркта миокарда пять раз. При этом очень важный момент, если мы будем говорить, а часто ли встречается данная когорта людей, уважаемые коллеги, в исследовании ход стадии артериальной гипертонии 12%, артериальной гипертонии с поражениями органов мишени инсайд 30%, пациенты, имеющие ашемическую болезнь сердца 36%. Таким образом, чем тяжелее становится сердечно-сосудистое поражение, тем агрессивнее риск развития конечных точек, независимо от того, формирование ашемической болезни сердца или терминальной почечной недостаточности. Как только мы начинаем говорить о терминальной почечной недостаточности, появляются два заболевания. Сахарная диабета, артериальная гипертония, классические критерии в отношении готовности пациента к формированию терминальной почечной недостаточности. при этом это экспоненциальная зависимость, как только мы получаем снижение скорости клубочковой фильтрации, эта экспоненциальная зависимость точно такая же, как холестерин и липопротеиды в низкой плотности. Мы привыкли к тому, что холестерин и липопротеиды в низкой плотности агрессивная величина в отношении развития инфаркта миокарда инсульта, но мы никак не можем сегодня адаптироваться к тому, что снижение скорости клубочковой фильтрации это тоже экспоненциальная зависимость в отношении сердечно-сосудистой смертности. И обратите внимание, если посмотреть на хроническую болезнь почек в зоне скорости клубочковой фильтрации меньше 45, независимо от возраста, от 40 лет до 70 лет прогноз жизни у этих людей значимо хуже, чем пациентов в общей популяции этого же возрастного периода. При этом потребность в гемодиализе, обратите внимание, в мировой практике каждые 10 лет увеличивает риск потребности в гемодиализе на 10% при сахарном диабете и в среднем на 6% при артериальной гипертонии. Мы сегодня понимаем, тот мужчина, который пришел к нам в возрасте 54 лет, если мы не изменим ситуацию, по сути дела мы будем быстро проходить в зону потребности на гемодиализе. Почему? Все очень просто. Артериальная гипертония и нарушение обмена глюкозы приводят к быстрому поражению из гумулярного аппарата и это, несомненно, приводит к почечной недостаточности. Я задаю вопрос, с чего лучше начинать? Может быть, дать сахароснижающие препараты, метформин и значимо улучшить прогноз жизни? Или, может быть, назначить гипотензивную терапию? Мне понравился этот метаанализ, обратите внимание, ГПДС-80, больны с сахарным диабетом, впервые выявленным, наблюдение в течение 10 лет. Что мы видим? В течение 8 лет снижается уровень давления на 10 мм тутного столба, обратите внимание, в среднем на 2 гипотензивных лекарственных средствах. Проходит еще 2 года новые рекомендации, 3 лекарственных средства снижают уровень давления всего лишь на 16 мм тутного столба. Когда мне коллеги говорят, мы боимся назначить фиксированную комбинацию двух лекарственных средств, потому что провалится уровень артериального давления, есть шикарный метаанализ Лоу, который говорит, больной с артериальной гипертонией 180 мм тутного столба, назначив 2 лекарственных средства в стандартной дозе, например, я беру ирбисартан с 300 мг и гидрохолоротиазид 25 мг, обратите внимание, такой дозы мы не используем, мы снизим уровень артериального давления в среднем на 25 мм тутного столба. Как только мы войдем в зону 150, то есть артериальная гипертония первой степени, эта же доза препаратов снизит всего лишь на 18 мм тутного столба. А если пациент будет в районе 140-135, снизится давление всего лишь на 12 мм тутного столба. Почему и американцы на сегодня говорят, что в зоне от 130 до 139 возможно назначение одного или двух лекарственных средств в том случае, если у пациента есть поражение органов мишени. Таким образом, совершенно логично мы говорим о том, что снижение артериального давления максимально эффективно, и обратите внимание, любая конечная точка, я отметил красным, требует меньшее количество пациентов, чтобы достичь эту конечную точку. То есть не профилактика любого диабетического поражения, любой смерти, любого острого осложнения, ампутации, микроваскулярных осложнений, обратите внимание, количество пациентов, которых нужно пролечить значимо меньше, чем пациенты, которые получали сахароснижающую терапию. Я задаю вопрос, когда начинать лечить? Первый, последний мета-анализ говорит о том, что пациенты, имеющие уровень давления 144-155 мм тутного столба, двухкомпонентная терапия фиксированной комбинации, значимо улучшают прогноз жизни в отношении снижения риска несмертельного инсульта и общей смертности. Обратите внимание, мы получаем конечную точку улучшения прогноза жизни и профилактики инсульта. Следующий вопрос, а можем ли мы у пациента среднего риска? Предположим, что у этого мужчины только индекс массы тела и гипергликемия, только два. Объема талии у него нет увеличенного. Два фактора риска. Можем ли мы назначить этому пациенту гипотензивную терапию? Исследование ХОУП-3 отвечает – да. И обратите внимание, при уровне 143-158 мм тутного столба, назначение только двух гипотензивных лекарственных средств снижает риск на 24% комбинированной точки. Я задаю вопрос, а если мы добавим статин, и обратите внимание, удваивается эффективность. Мы сегодня понимаем, что артериальная гипертония – это несостоятельность эндотели, и она всегда будет требовать назначения статина. Почему я не боюсь назначить данному пациенту сразу же два препарата? Потому что, если я выбираю два пролонгированных средства, например, амлодипин и ирбисартан, они могут классически предсказательно снижать уровень артериального давления. И обратите внимание, я не написал какие-то лекарства, я написал комбинацию двух препаратов. В среднем, к концу восьмой недели снижает уровень давления на 18 мм тутного столба. Но мы рассмотрели уровень артериального давления выше третьей степени, более агрессивное снижение. Пациенты, имеющие первую степень, менее агрессивное снижение. И совершенно логично мы говорим, насколько мы можем снизить. И доказательная база существует. При увеличении ирбисартана в два раза, обратите внимание, снижение артериального давления происходит всего лишь на 2-3 мм тутного столба. От 150 мы увеличиваем до 300. Пролонгированное средство не дает агрессивное снижение артериального давления. Это ни в коем случае нельзя перекладывать на короткие препараты. Например, каптаприл. 25 и 50 мы получим разницу в 10 мм тутного столба. А если возьмем клофелин, то получим разницу в 25 мм тутного столба. Мы здесь говорим о том, что всего лишь 2-3 мм разница. И обратите внимание, на самом деле 150 и 300 разница всего лишь на 2 мм тутного столба. Прими изменения дозы препарата. Чем дольше мы лечим, тем получаем более агрессивное снижение артериального давления. Великий Лоу ответил на этот вопрос. Все пролонгированные лекарственные средства любой группы, которые работают более чем 18-24 часа период полуведения, при удвоении дозы дают снижение артериального давления всего лишь на 1-2 мм тутного столба. Таким образом, мы задаем вопрос, зачем давать большую дозу? И ответ только один. Все пролонгированные средства дают максимальную органопротекцию. Обратите внимание, я этот слайд представляю очень коротко. Дальше мы будем анализировать ситуацию. Ирбисартан у больных с сахарным диабетом и микроальбоминурия. Начало почечного континуума, увеличение дозы в 2 раза получает эффект в 2 раза больше в органопротекции. 300 мг ирбисартана снижает микроальбоминурию и профилактирует протинурию на 70%. Если мы даем 150, всего лишь на 39. И обратите внимание, а выигрыш 1,3 мм тутного столба. То есть уровень давления в этом случае не сработал. Мы понимаем, что это органопротекция. При этом исследования показывают, фиксированные комбинации всегда значимо лучше в достижении артериального давления целевого. При этом в нашей стране исследование было проведено по комбинации амлодипин плюс ирбисартан. И мы видим, что 9 из 10 пациентов достигают цели ниже 140 и 90. Для больных с хроническими заболеваниями почек при сниженной скорости клубочковой федерации это идеальный уровень. По европейским рекомендациям 130-140. И мы цель достигаем в 9 случаях из 10. Рекомендации говорят о том, что мы можем начать сартан плюс теозидный диуретик, сартан плюс антагонист кальция или ингибитор АПФ, теозидный диуретик или антагонист кальция. Почему я всегда задаю вопрос в приоритете сартан? Я считаю, что это этическая сторона назначения сартана против ингибитора АПФ. Мы прекрасно понимаем, что человек, который принимает 10 лет, 20 лет, 30 лет ингибитор АПФ, вероятность кашля увеличивается. Первая позиция. Чем дольше принимается ингибитор, тем больше вероятность кашля. Я задаю вопрос. Мы открываем вечный двигатель, когда назначаем препарат? К сожалению, нет. Мы замедляем континуум. Все равно этот пациент, которому сегодня 59, 79 к нам с хронической сердечной недостаточности. Я задаю вопрос. А что лучше там? И мы говорим. Ингибитор АПФ является кругольным камнем лечения хронической сердечной недостаточности. А он уже кашляет. И тогда сартан придется вам тетровать до максимально переносимой дозы. А это очень сложно. И при этом лазартан, к сожалению, не рекомендован в нашей стране в той дозе, которая является приоритетной. 150 миллиграмм. У нас она не зарегистрирована. Остается вал сартан 320 и андосартан 32. Я не буду просить поднимать руку, кто детровует такую дозу при артериальном давлении 120 миллиметров тут на столбах и ХСН. Совершенно логично. С этической точки зрения сартан становится более приоритетным для длительной терапии пациента, включенного в сердечно-сосудистый континуум. И мы видим в рекомендациях европейских четко прописано. Мы можем достичь у больных с сахарным диабетом даже давление 120-130. Но если рассмотреть хроническую болезнь почек, то приоритетом, конечно, становится 130-139. Я задаю вопрос. Можем ли мы что-то сказать о приоритете ингибитора АПФ и сартана в международных исследованиях? Я представил максимальное количество исследований, которые на сегодня анализируют как раз заболевания почек. И обратите внимание, по сути дела, я прекрасно понимаю, что одна группа против другой никогда не исследовалась в разделе заболеваний почек. Но если даже поиграть с математикой, обратите внимание, сартаны даже при терминальной почечной недостаточности исследования IDNT с ирбисартаном или РОНАЛ и ДРОП имеют результаты 32-28. Снижение риска конечных точек в отношении терминальной почечной недостаточности потребности в гемодиализе или удвоении креатинина. А ингибитор АПФ только 13. Я проанализировал большое количество исследований и красным показал выигрышные. И самое удивительное, это все сартаны. Таким образом, я задаю вопрос, какое самое исследованное лекарственное средство при хроническом заболевании почек. Программа Prime представляет два крупных исследования. Профилактика протенурии и профилактика терминальной почечной недостаточности, вторая фаза IDNT на ирбисартане. Он исследован на всем континууме поражения почек. Задаю вопрос. Три позиции, которые для лекарственного средства приоритетные. Первое. При микроальбинурии можем ли мы сделать шаг назад в виде регрессии поражения почки и аннулирования микроальбинурии? Первый вопрос. Второй. Можем ли мы замедлить переход микроальбинурии в протенурию? И третий вопрос. Если пациент с протенурией, можем ли мы воздействовать этим лекарством на то, чтобы не удвоился креатинин, первая позиция, или пациент не перешел на гемодиализм или трансплантацию почки? Что такое удвоение креатинина? Всегда говорят, вот удвоение креатинина, удвоение креатинина. Для нас, которые занимаются трансплантацией, мы прекрасно понимаем, через год произошло удвоение креатинина, в течение года пациента надо готовить на трансплантацию, приоритет на трансплантацию, чем гемодиализм. Если через 5 лет, в течение последующих 5 лет мы анализируем ситуацию, вопрос о гемодиализе или трансплантации почки. Обратите внимание, мы прекрасно понимаем, удвоение кретинина, готовность на второй или третий этап лечения. Таким образом, первых два вопроса поставлено было перед исследованием ИРМА, где исследовалось три стратегии. Снижение уровня артериального давления любыми лекарственными средствами, кроме, обратите внимание, использования сортана и ирбисортана. Вторая когорта. Ирбисортан 150 мг добавлений к любой другой гипотензивной терапии и 300 мг добавлений к любой другой гипотензивной терапии. Мы задаем вопрос, пролонгировано это средство или нет, разница в уровне давления должно быть не более 2 мм ст. ст. Обратите внимание, влияние на артериальное давление. Пациенты, получающие 150 и 300, имели совершенно одинаковый уровень артериального давления. Разница по систолическому давлению была 1,3 мм ст. ст. Но что же получилось? Шаг назад, прекращение выделения альбоминов с мочой. 300 мг выигрывает у своего же лекарственного средства 150 ровно 10%. Что такое 10%? 1 из 10 точно за счет дозы препарата имеет регрессию поражения органов мишени. Удивительные результаты. Как только мы задаем вопрос о профилактике протенурии, и обратите внимание, 70% мы сегодня понимаем, 7 из 10 является приоритетной в профилактике дальнейшего сердечно-сосудистого континуума. Профиль безопасности. На сегодня мы сегодня говорим о том, что ирбисартан в данной категории пациентов дал очень хороший профиль безопасности. Следующий вопрос. Можем ли мы профилактировать удвоение кретинина или заместительную почвенную терапию в виде трансплантации или гемодиализа? Второе исследование IDNT и опять с ирбисартаном. Правда, здесь исследовалась доза уже 300 мг. Все понимали, что 150 не имеет никакого смысла. 300 мг против классического амлодипина. И на сегодня нефрологи стараются амлодипин ставить вторым, третьим или четвертым препаратом. Кроме одного момента, когда пациент после трансплантации почки должен получить сразу же в первый же день, на две недели первым амлодипин, потом добавляется органопротекция приоритете сортана. Итак, что мы видим? Уровень давления совершенно одинаков. Но профилактика поражению органа мишени оказалась у ирбисартана самой эффективной. И если посмотреть по расхождению кривых, когда это произошло? Через 18 месяцев. Если сравнивать, любую стратегию против ирбисартана, кривые расходятся через 18 месяцев высоко достоверно со снижением риска на 23%. Почему мы не очень любим амлодипин первой позиции? Потому что на первом этапе мы, к сожалению, формируем синдром обкрадывания почечного кровотока. И это может формировать, к сожалению, так называемое увеличение экскреции белка. Я задаю вопрос, а мы можем ли при нормальном артериальном давлении назначить данное лекарственное средство? И отвечаем, да. И мы должны понять, хотя в рекомендациях написано, что пациент должен получить в зоне предгипертония только у пациентов, имеющих особенный ишемическую болезнь сердца и очень высокий сердечно-сосудистый риск. Но огромная база доказательств есть. Если у пациента в зоне предгипертония есть поражение органа мишени, лучше в этой зоне назначать органопротекцию с артаном, и мы получаем тогда профилактику микроальбоминурии опять. Таким образом, ирбисартан сегодня доказан на всех этапах формирования нормы альбоминурии у пациентов с микроальбоминурии, профилактика протонурии и профилактика заместительной почечной недостаточности. Самый изученный сартан из всех, которые возможны. При этом мы задаем вопрос, почему? По сути дела, биохимики нам отвечают. Вероятнее всего, есть отличительные черта молекулы ирбисартана, которые имеют максимальное сходство с почечным эпителем и в этом случае имеют максимальную органопротекцию. Таким образом, европейские рекомендации говорят, что мы можем выделить две когорты пациентов. Объемы зависимые и объемы независимые. Пациенты с почечной патологией, которая не формирует отечный синдром, несомненно, лучше назначить АПРОВЕЛЬ плюс Амлодипин. Пациенты, имеющие почечную патологию и формирующие отечный синдром, если скорость клубочковой фильтрации больше 60, вы можете назначить АПРОВЕЛЬ плюс ГИДРОХЛОРОТИАЗИБ. Но, очень важный момент, в наших рекомендациях прописано назначение блокаторов РАС, к сожалению, может тоже ухудшать почечный кровоток. Здесь бы я поставил бозапиду и сказал, ингибитор АПРОВЕЛЬ более агрессивен в этом плане, чем сартан, особенно в плане удвоения концентрации креатинина и падения скорости клубочковой фильтрации. Итак, я возвращаюсь к нашему пациенту. Задаю первый вопрос. Кто должен наблюдать данного пациента при стадии 3b и микроальвуминурии? Несомненно, терапевт. Но обратите внимание, насколько близок он уже к наблюдению нефролога. По сути дела, его ничего не волнует, а уже мы должны готовиться к передаче этого пациента к нефрологу, если агрессивно не начнем лечить пациента. Я задаю вопрос, как часто его наблюдать? Как минимум два раза в год. Не раз в пять лет, а хотя бы два раза в год. Я задаю вопрос, а нужно ли назначать сахароснижающие препараты? Если гликированный гемоглобин окажется у него больше семерки, то, несомненно, нужно. И обратите внимание, метформин находится в зоне 3a, а он находится уже в 3b. Мы уже потеряли время в отношении максимальной органопротекции. Остаются ингибиторы DTP-4, и в этом случае сартан становится опять приоритетен или организм ГГП-1. Возвращаясь к нашему пациенту, я задаю вопрос. Если мы назначим ирбисартан, амлодепин, я не написал специально третью, статин, то в этом случае получим максимальную эффективность в отношении снижения сердечно-сосудистой смертности на 23% и профилактики формирования претонурии на 70%. И образ амбруаза Валера будет, останется в стиле кубизма, но и, к сожалению, то есть к радости не перейдет в сюрреализм. Желаем вам здоровья и, надеюсь, вы также лечитесь современными препаратами. Спасибо.